Здравствуйте, с вами компания Формула Ремонта, город Симферополь. Мы находимся в жилищном комплексе Жигулина Роща на нашем новом объекте. Здесь уже бригады закончили прокладку черновой свинтехники и на 90% закончили монтаж черновой электрики. Для того, чтобы нашим бригадам была понятная задача, технический проект должен быть максимально подробным. Давайте посмотрим, из чего состоит типовый проект. Типовый проект состоит из нескольких планов. То есть, первый – это план демонтажа и монтажа. Здесь указаны наращивания проемов, где будут подсветки, где будут скрытые карнизы, где будет смещение проемов, наращивание полочек. То есть, что на первых этапах, где нужно, какие перепланировки выполнить перед началом работы. Дальше у нас идет планировочное решение. Здесь расстановка мебели для того, чтобы мастера понимали, где какая мебель будет располагаться и в ходе ремонта, может быть, что-то подсказали свое, где-то что-то для удобства пользования. Дальше мы используем планы осветительного оборудования. Здесь располагается расположение всех выключателей розеток, всех светильников, всего освещения, скажем так. То есть, это проект для электрика. И здесь указано, какой выключатель, что именно включают. Вплоть до перекрестных и проходных выключателей. На следующем плане. Это у нас для потолков. План потолка. Здесь мы используем в такой комнате какой профиль. То есть, теневой, с подсветкой, либо обычный. То есть, на это ориентируется уже команда, которая по натяжке потолков. На следующем плане у нас розетки. То есть, здесь задаются расстояния, высоты, на каких располагаются розетки, ТВ, интернет, где щиток. И вообще, для электрика все максимально понятно, на каких высотах, то есть, вопросов не возникает. И последний наш лист. Это план материалов. Здесь расположен в каком помещении, какое напольное покрытие, какие модели обоев на стенах, потолок какой, и принтуса. Также с площадями. Имея такой подробный технический проект, нашим ребятам удобно, быстро, и ремонт проходит без ошибок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова